итак дорогие друзья я вас приветствую в очередном видео посвященному объемом в трейдинге меня зовут владислав датукчанов и я вас приветствую на своем youtube канале ну я хочу по-быстрому рассказать не растягивать как это бывает во многих видео которых ты смотришь в интернете а коротко ясно и конкретная суть и так сразу переходим к непосредственно графику и начиная и так объемы в трейдинге первое что нужно знать один из вариантов вот объема это вот вот эти вот столбики до столбики которые у нас там то взлетают дата выше становится предыдущих то ниже предыдущих и так далее что они вообще подсказывают и как с помощью них понимать что происходит сейчас на рынке первым я хочу сказать вот за объемы например на которые на одноминутном таймфрейме а вот смотрите мы видим мы видим как у нас очень сильно цена откуда-то падает да мы это очень сильно видимо у нас ну вот вроде тут подрастают объемы да об этом я сейчас позже расскажу но когда мы видим что инструмент аномально куда-то мне обязательно нормально но очень долго куда-то падает или растет и вероятен где-то его экстремум стоят сильные уровни вот там сильный уровень вот сильный уровень мы по крайней мере здесь как-то как-то был выстрел да но вроде как бы это не то что выстрел это в принципе не особо сильный объем отличался от предыдущих допустим нужно считать объемы за предыдущие примерно ну 20 свечек на минутном 20 свечек если он выше чем 20 предыдущих это аномальный объем здесь мы не можем сказать аномальный потому что здесь тоже стреляет а когда мы видим что в принципе здесь вот так что здесь в принципе объемы как-то падали и потом вот аномальный какой-то выстрел до объема аж до сюда и видим это на графике что у нас в этот момент свечка падала здесь у нас есть там достаточно такой локальный уровень а мы уже знаем как уровне ставить да и в предыдущем видео рассказывал и видим что здесь стреляет объем вероятно вероятно что именно в этой точке 408 . 32 по инструменту спай этой смп-500 покупает крупный игрок почему крупный игрок вообще ну как могли мы это понять крупные игроки они не покупают рыночными заявками крупные игроки покупают лимитными заявками то есть у него на сильном уровне стоит лимитная заявка на покупку и получается цена падает его ордер выполняется дальше цена не идет так как у него стоит большой ордер там все продают 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 и условно он у них покупает 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 и вот такой объем стреляет вот этот объем нам говорит о том что крупный игрок затаривается вот именно на экстремуме сейчас я расскажу что происходит когда вот такая объем растет это наоборот грубо говоря предпосылка к дальнейшему движению и так вот здесь мы увидели что у нас сильно аномально за несколько 20 свечей выстрел объем здесь у нас подкупил крупный игрок дальше стоит наблюдать за ценой и как она еще так себя будет вести мы видим что инструмент вроде попробовал что-то отрасти ни в коем случае здесь не лезь ну только маленький скальп если мы видим что инструмент как-то вот пробует опять валится валится вроде объема не стреляет и вот мы видим опять выстрел объема и у нас свечки разворотные здесь у нас свечка разворотная есть тень огромная свеча но здесь вот этот вот символ вот этот вот внутренний внутренний до бар он разворотный то есть вот эта формация разворотная на уровне огромный объем опять огромная свеч с тенью и маленькое тело да это разворотная то есть раз попробовали развернуть 2 попробую развернуть не получается значит крупный игрок просто еще не накопил свою позицию да он копит это то же самое как вот есть машины там начинают например или там не знаю недвижимость вот начинается кризис начинают там все скидывать бабки нужны например на ну допустим кризис на рынке жилья и кто-то просто выжидает дожидается этого кризиса не берет на хаях когда она там конских денег стоит взлетела в космос эту недвижимость а дожидается когда вот так вот кризис там или какие-то сложности паника в общем да и по дешевочке скупает когда он накупил он соответственно отправляет цену вверх если ну потому что он накупил он будет защищать свою позицию допустим здесь он подкупил еще раз потом видим инструмент падает и потом вроде опять летит здесь мы ничего не видим вот на этом баре мы видим что опять происходит выстрел объема то есть он здесь подкупил то есть для него вот этот уровень 408 34 является его средняя большая такая уже большая значит лимитная какая какая-то заявка но несколько вот здесь у него срабатывала вот здесь у него срабатывала чуть ниже вот здесь срабатывал то есть раз два три потом мы видим инструмент не особо и хочет расти крупный игрок еще не накопил и мы видим что здесь какое-то очередное падение крупного игрока уже он поджимает цену уже не здесь уже здесь поджимаешь чтобы нарисовать вероятно какое-то двойное дно да и вот здесь поджимает и покупает опять по лимитно и цена потихонечку вот здесь допустим по рыночной специально выкупает тратит некоторую сумму денег на рыночную заявку до в покупку в лонг разгоняет цену но даже это ему ничего страшного если цена там подсвалится и так далее он накопил большой позу и он за счет нее будет выходить среднего у него где-то вот ну порядка вот 408 43 ну плюс минус да вот этот вот коридор виде вот здесь он закупился у него отпрыгнула ну пусть будет вот так примерно здесь его средний он накопил дернул цену вверх все рынок развернул очень сильно крупный игрок рынок развернул и рынок пошел далее он просто защищал свою позу смотрите рынок прет рынок прет вырос а у людей там паника банки банкротится и так далее до роняют хороший потом разворота он берет все объемом вот здесь выкупает бамс выкупает бах и но это достаточно аномальный да такой бар бах мы видим 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 здесь что там и как-то врезались ну не прям особо какой-то бар до большой по сравнению с вот этими барами но все же видим ну чё здесь просто куда-то врезались да и потом подраспилили это мелкая просто на прорыв вот этого уровня был значит объем вот здесь немножечко подстрелил это когда падала свечка и здесь крупный игрок также защитил свою позу и дальше толкает то есть вот что говорят объемы до объема это кру именно аномальный объем за 20 свечей примерно 10 20 свечей которую огромный выстрел раза там в два больше условно предыдущих примерно это говорит о том что там срабатывает лимитная заявка это на минутном таймфрейме на минутном и говорит что здесь вероятно крупный капитал тарицы далее есть 2 2 значит анализ объема когда вы видите например сейчас покажу когда вы видите что вот опять же смотрим на объем и смотрим на объем и вот когда вы видите что цена снижается и объемы снижаются это говорит о том что данное снижение не настоящая до вероятен сейчас будет здесь где-то прорыв и пойдет цена наверх и при этом объемы будут расти вот здесь у нас вышли новости в 17 00 и новости вышли триггером отрицательным ну то есть инвесторы восприняли как негативно то новости по занятости труда на американском рынке и мы видим неважно то есть цена бы пошла вверх она пошла вниз ну вот триггер на новостей здесь так сказать им предугадать мы видим что цена начинает падать и объем выстреливает больше чем предыдущие начинают постепенно расти это говорит о том что движение явное трендовая и говорит о том что ну как говорится ну здесь сложно было зайти и вообще здесь в лонг вставал и вот здесь по стопу вышел быстро потому что я видел что вероятно создается разворот наверх мы очень долго росли но просто новость вышла но новости это как бы ну не предугадать вообще никому никак и какая будет реакция рынка невозможно хоть какая-то новость будет положительно негатива плевать фишка в том что когда у нас возрастают объемы на пятиминутном один за одним один за одним и надо он говорит что наоборот движение очень сильные очень сильно а когда вот так спускаются объемы но давайте я вам другой день покажу чтобы вам было понятно здесь вообще объемов не было ну так аккуратно вот например что мы здесь видим мы здесь видим что у нас от объемы здесь тоже не особо какой-то трендовая но все же посмотрите мы видим что у нас объемы вот отсюда вода пик какой-то был и вот начинают и объемы снижаться и вот инструмент при этом растет на объемы видите внизу каждый меньше но при этом вот раз два три бары роста были это ложные баллы бары роста а вот и далее видите объем выстреливает и еще выстреливает и как раз это идет падение то есть это именно на пятиминутном таймфрейме здесь аналогично смотрим что здесь был большой какой-то объем здесь вот раз объем потом чуть больше становится чуть больше то есть возрастают объемы значит будет возрастать цена с большей долей вероятность конечно если нет никаких триггеров новостей и так далее но триггеры могут как раз такие разгоном и быть каким-то интересным здесь тоже не особые объемы здесь ну вот смотрите допустим вот объемы бам встали и вот цена начинает здесь падать и видим что объем растет это наоборот очень хороший показатель тренда далее видите объемы возрастали и цена здесь падала далее мы видим что попытались еще больше продавить вниз но уже здесь начали объемы снижаться а на выхлоп вот этот скачок вверх объем наоборот возрастает на горит о вероятном развороте чисто конкретно по объему вот это важно понимать на пятиминутном интервале если объем тик за тиком тик за тиком возрастает то это ну хорошо для разворота видим под конец сессии до объемы начинает возрастать но при этом цена встала это значит что здесь бам-бам-бам падение происходит выполняются лимитные заявки и цена стартует и улетает вообще в космос вот это что касается пятиминутного значит интервала также существует у нас горизонтальные объемы сейчас я вам их покажу сейчас я вам их покажу вот здесь в trading view есть такой фиксированный профиль объема и допустим мы протягиваем здесь ничего такого по объемам сейчас я вот найду вам показатель того что условно ну вот например да мы видим что у нас за этот сессию за допустим вот предыдущий день проторговка происходило и самые большие объемы были вот на этой цене 414 90 ну 415 долларов самый большой объем то есть и цена уходит потом опять подходит и вот вот эту линию красную словно самый большой объем увидите она не могла пробить здесь была проторговка сильных объемов у нее есть два варианта либо отскочить здесь она проторговалась проторговалась улетела либо ну если есть какой-то триггер если ее пробивают то соответственно валится далее вниз то есть такая условно медиана от которой либо будет отскок либо будет падение уже согласно того насколько там сильно не сильно также она может случить служить чаще всего поддержкой в каком варианте ну по сути просто большие объемы сложно да просто если очень долгий инструмент откуда-то летит и есть огромная значит зона объемов то инструмент тяжело пробить конечно это и сильный уровень виде 408 и 3 не смогли после такого сильного движения просто не смогли пробить и улетели ну грубо говоря на отскоку ушли да то есть где эта остановка произошла на сильном уровне это вот мы возьмем вот тут один день нет здесь просто такие движения сейчас я вам покажу ну вот допустим смотрите вот здесь был сильный объем где-то вот в этом интервале да вот 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 здесь были самые большие объемы вот вот в этом вот боковики условно вот вот здесь были самые большие объемы мы смотрим что данный вот этот уровень 412 33 видите его прошибли ушли за него потом опять вылетели вылетели сильно очень вылетели наверх и потом пришли ровно в него от консолидировались вот эта точка и улетели вообще наверх то есть он служил как тоже как неким то там уровнем ну то есть просто вслед плеск объемов не особо как уровень но нужно понимать что если мы куда-то как-то очень сильно летим или там падаем то данный уровень объемов будет сложно очень сильно пробить и объемы надо сильными уровнями если идет подход к зоне на малом объеме на пяти минут ну например вот есть сильный уровень посмотрите так это здесь при маркет вот пятиминутный таймфрейм вот над сильными уровнями мы видим что вот смотрите здесь был большой объем и потом начали объемы снижаться то снижаться при этом инструмент падает нападает инструмент не очень она падает но объемы снижать говорит о том что здесь грубо говоря ну ложное немножко падение падение ненастоящего некрупного капитал да вот здесь вот по объем растет цена падает ну то есть толкают вниз здесь объем под а это при этом цена падает знать сама движение может быть ложным то же самое смотрите допустим здесь видим объем снижается при этом цена грубо говоря ну вот тоже снижается да значит снижение цены вероятно ложным если мы видим вот здесь вот так объем выходил и каждый объем медленно но чуть подрастает мы понимаем что это движение именно крупного капитала за счет объема за счет того что выкупает цену за цены цену за цены и потихонечку растет вот да я вам показываю вот сильный уровень есть сильный уровень 412 57 видите сильный уровень вот здесь боковика был уровень и вот видите выстрел происходит а потом начну на 1 ножку вторую ножку делает и мы видим что при этом при этом объем снижается то есть само движение вот это да здесь выстрел произошел на объем снижается им снижается это говорит о том что блин если бы цена падала и при этом объем роз то возможно бы она и дальше продолжила но так как цена падает объем тоже снижается значит говорит о том что вероятно здесь случится может случиться разворот объемы это не то что на что нужно смотреть и принимать этого внимания как вот основу и вот типа вот значит объем стреляет или объем возрастает это просто дополнительный подсказчик о том что происходит какой тренд куда крупняк значит давит цену и так далее но как видите здесь особо объемы там не стреляют до медленно вот смотрим здесь смотрим что у нас объемы здесь возрастает 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 хорошо потом что-то вот падение происходит до объем не растет падение происходит объем не растет значит вероятно здесь какая-то слабость здесь еще вот самое главное что здесь происходит здесь происходит price action разворотный бар от вот в этот зеленый бар вот в этой точке данном пробить и максимум вот это стоп приказ под него ставится 009 отчитывается 3 к одному это 0 значит 27 вот она сделка на и по объемам было видно то есть это один из факторов дополнительный подсказывающий самый главный price action хотя вроде тренд нисходящий да ну вот объем и не снижающийся разворотный разворотный бар по price action говорят нам о вероятном развороте что и произошло вот объемы price action да хотя тренд нисходящий хотя это контр тренд сделкам смотрите она принесла профит вот я думаю понятно рассказал же что такое объемы если у вас остались какие-либо вопросы напишите в комментариях я постараюсь на них ответить а также напишите пожалуйста в комментариях чтобы вы еще хотели узнать о трейдинге инвестициях и я с удовольствием запишу на эту тему видео ну а всем до скорых встреч пока пока подписываемся на канал ставим лайк и пишем в комментариях чтобы вы еще хотели увидеть до встречи в следующем видео пока